Приветствую! Наверняка вы уже видели новость о том, что НБУ будет собирать данные о всех платежах, которые происходят в стране. И он это сделал каким образом? Обязал все банки подавать регулярно все платежи. В этом видео я хочу рассказать о таких трех моментах. Первый момент это успокоительное от НБУ, второй момент успокоительное от меня и третий момент не очень успокоительное тоже от меня. Итак, первое успокоительное от НБУ. Уже сегодня, 5 июня, НБУ выдал опровержение, что мол вы все неправильно поняли. И мы будем собирать не информацию по платежам каждого лица, а взагали. То есть мы просто хотим посмотреть, сколько же транзакций проводит там каждый человек, да, и сколько их всего, и на какие суммы. Мол, без персонализации этих транзакций. Ну, а во-первых, там если посмотреть те таблицы, которые приложены к этому письму, там все-таки есть персонализация, можно ее найти. Ну, а во-вторых, мы понимаем, что даже если сейчас НБУ запрашивает неперсонализированную информацию, да, то, что ему не мешает в дальнейшем, если ему что-то покажется подозрительным, взять информацию уже персонифицированную. Теперь успокоительное от меня, да, ну, в успокоительное от НБУ мы знаем, как верить. Успокоительное от меня, оно заключается в том, что на сегодняшний день глобально ничего не поменялось. То есть не появилось никаких законов новых, которые позволяли бы как-то по-новому использовать эту информацию. И это не значит, что уже завтра, получив информацию о том, что вы перевели деньги с карты на карту, что уже завтра придет к вам налоговая, потому что НБУ ей об этом сообщит и все. То есть вот эти процедуры, процедуры сохранности банковской тайны, они остались прежними. Ну, и теперь не совсем успокоительное от меня. Безусловно, вот это письмо НБУ, то, что он собирается делать, это говорит о том, что государство возобновило ту политику, которую мы видели в 21-м году. Это политика по контролю за платежами. Государство, безусловно, хочет залезть к нам в карман и посмотреть, а сколько же у нас денег, а как мы их тратим, а платим ли мы налоги с каждой копейки, которую мы тратим. И, безусловно, вот эта вся история приведет к тому, что мы начнем следить и выдергивать тех людей, которые, например, занимаются бизнесом, но при этом не зарегистрировали ФОП, не зарегистрировали юрлицу. И они что делают? Продают. Каким образом? Скиньте деньги на карточку. Мы, безусловно, знаем, что таких людей много, потому что мы все покупаем в интернете и знаем, как мы рассчитываемся при этом. И вот до этих людей, в первую очередь, государство хочет добраться. И обратите внимание, как все совпадает. Принимается закон об отмене всех льгот для ФОП. И тут же Национальный банк начинает собирать информацию о платежах. А отмена всех льгот для ФОП, напомню, это еще и возврат санкций за неиспользование, либо неправильное использование РРО. Потому что РРО это оттуда же, да, мы помним, что в 21 году такой пик всей этой темы пошел, когда государство конкретно решило контролировать все платежи. Все интернет-платежи, да, и в принципе все транзакции, которые происходят в государстве. И вот это письмо Национального банка, на мой взгляд, это все звенья одной цепи. И безусловно мы идем сейчас к тому, что нам придется со временем подтверждать каждую копейку, которая у нас оказалась на карточке, которую мы потратили, либо которую мы получили. И безусловно уже сейчас люди задаются вопросом, стоп, ну у меня родители инвалиды, так что я то, что им помогаю, это будет теперь облагаться налогом? Глобально пока еще нет. Хочу вот успокоить, да, для тех, кто там родителям, пенсионерам своим помогает, да, постоянно скидывая им на карточку деньги. Вот готовьтесь к тому, что в какой-то момент, это не сейчас будет, вот здесь снова хочу успокоить, что это произойдет не сейчас. Может пройдет несколько месяцев, может год, а может и меньше. И за все вот эти транзакции нам придется ответить. И конечно в первую очередь там под подозрение мы прекрасно понимаем, что попадут те лица, которые проводят массовые платежи, либо получают массовые платежи на свои карты, либо проводят там платежи регулярные. Почему? Потому что регулярный платеж, он может приравниваться к зарплате. И соответственно система, которая стоит в банке, либо в нацбанке, вот эта система финмониторинга может распознать этот платеж как зарплату. И соответственно к вам появятся вопросы. И сейчас мы уже неоднократно с этим сталкивались, когда банки блокируют в первую очередь входящие платежи и просят объяснить человека, откуда эти платежи пришли. Благо пока автоматом там банки еще не передают информацию по каждым таким случаям в соответственно налоговую. Да, пока к нам еще не приходят и не просят заплатить налоги. Но друзья, будьте готовы к тому, что в скором времени, вот сейчас обращаюсь в первую очередь к тем, кто ведет бизнес без регистрации. Думаю, что нужно потихонечку выходить из тени, регистрировать ФОП. Да, к сожалению, это дополнительные расходы для вас. Да, это дополнительная головная боль, потому что кому-то придется вести товарный учет, кому-то придется использовать РРО и никак из этого там вы выйти не сможете, исходя из особенностей бизнеса. Но вы таким образом будете избегать тех ситуаций, в которых государство будет вам ставить палки в колеса. А безусловно, начнутся более массовые блокировки карт. И еще вы должны понимать, что в дальнейшем вас могут заставить платить налоги с тех денег, которые вам перечислены на карту. Потому что весь смысл вот этого всего заставить вас в конечном счете заплатить налоги. И может вы скажете, да я 10 лет так работаю и все нормально. Да, 10 лет было нормально, но сейчас, как мы видим, ситуация меняется. И государство хочет четко понимать, где у кого сколько денег и как он тратит. И соответственно, вы вынуждены перейти либо в наличку, либо же все-таки регистрировать ФОП. Но я предлагаю именно последний вариант и объясню почему. Потому что даже если у вас сейчас все прокатывает, все хорошо, все классно, но в какой-то момент вы захотите эти деньги потратить. И вот тут окажется, что вы человек, у которого нет вообще уже 10 лет никакого дохода. И тут вы приходите и говорите, хочу купить себе новенький автомобиль или квартиру. Потому что вы насобирали за это время деньги. И вот здесь вы можете столкнуться с ситуацией, когда вам скажут, а ты объясни, откуда у тебя эти деньги, подтверди происхождение денег. И вот тут вы либо подтверждаете и говорите, что вот есть источник дохода и я платил налоги, либо вас в этот момент смогут заставить заплатить налоги с этих денег. Понятно, что это то, что я говорю сейчас, это не реалии уже сегодняшнего дня. Но это то, к чему нужно готовиться. И в первую очередь, наверное, нужно готовиться тем, у кого есть более-менее серьезное количество транзакций. То есть это не одна-две транзакции там в день. А у кого идут десятки транзакций, возможно сотни транзакций в день. Вот будьте готовы к тому, что вас заставят заплатить налоги. И лучше это сделать сейчас через ФОП, заплатив 5% налога, чем потом вас заставят заплатить 18% ПДФО, вас заставят заплатить еще плюс к этому 1,5% военного сбора. Ну и в итоге вы сами понимаете, что вы выходите на более серьезные расходы. Поэтому, друзья, как бы там ни было, как бы нам не нравилось, но вот здесь рекомендация такая. Регистрируем ФОПы, либо ТОВки и начинаем выходить на работу в белом. На работу в белое. Белую. Вот. Но можно ходить и на работу в белом, а не как я вот сегодня в синем. Друзья, все. Понятно, что надо видео заканчивать, раз начал уже заговариваться. Поэтому, если считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Продолжение следует.